В администрацию города сегодня пригласили всех настоятелей сочинских храмов. Вопрос подготовки к такому знаменательному событию, участие в котором принимают десятки тысяч сочинцев, требует особого внимания, подчеркнул глава курорта. А также уточнил, каким церквям необходимо отремонтировать дороги, кому помочь с оформлением паспорта безопасности. Этот документ обязан иметь каждое предприятие муниципалитета, а согласно федеральному закону, все религиозные организации являются юридическими лицами. Поэтому ответственность за обеспечение безопасности прихожан лежит на них. Ну а в преддверии Пасхи православные храмы должны на сутки заключить договоры с лицензионными охранными предприятиями. Меры безопасности на всенощном бдении должны быть активизированы, отмечает Пахомов. К мероприятиям, которые пройдут в ночь с 7 по 8 апреля, будет особый контроль. Я предполагаю, что в этих ночных событиях будут принимать участие где-то порядка 60 тысяч верующих. Поэтому мы и вот собрались вместе, в том числе и с полицией, чтобы заблаговременно предусмотреть все мероприятия. Здесь казачество, присутствует полиция. Мы должны, по большому счету, взять под контроль. За каждым храмом должен быть назначен ответственный или старший от казачества, от сотрудников полиции. В преддверии Пасхи обследованы все 39 городских храмов. Все обеспечены системами пожарной безопасности. А вот камеры видеонаблюдения установлены не везде, впрочем, как и некоторые другие элементы антитеррористической защищенности. Прошу вас предусмотреть на перспективу, в том числе, заключение договорных отношений на подключение кнопок тревожной сигнализации. Это прямые рекомендации антирористической комиссии города и оперативной группы города. Глава города подчеркнул, что в решении этих вопросов поможет муниципалитет. Сама же церковь напоминает, что готовиться к светлому празднику должны и сами верующие, причем не только с духовной точки зрения. Традиционно люди готовят не только свои тела к встрече с воскресшим Христом, не только свои жилища, но также мы вспоминаем и наших усопших. Мы призываем всех православных христиан, всех верных чад русской православной церкви привезти на Страстной Седмице, привезти могилы своих усопших в надлежащий вид. В течение недели на городских погостах будут обрезать деревья и сухие растения, вывозить мусор. А 31 марта решено объявить общегородским субботником. В этот день у кладбищ будут установлены дополнительные контейнеры для мусора. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.